Средиземноморская капуста кальраби прекрасно чувствует себя на сибирских грядках. Источник витамина С, а его здесь больше, чем в лимоне или апельсине, Раиса Богданова посадила в этом году впервые. Овощ сразу пришелся по вкусу. Теперь она добавляет мякоть капусты в салаты. На грядке разные сорта. Классическая белокочанная, краснокочанная и цветная. По соседству кабачки и тыква. В теплице разные сорта перцев. Зеленый, оранжевый, желтый и красный. Они уже падают от этого отвеса. Посмотрите. Ой, сейчас я вам все равно сломлю, мне надо. Вот, видите, отвесы они уже ломаются. У меня перчики. Есть в теплице и острый перец «Огонек». Его от сладкого перца отделяют огурцы. Ведь если высадить сорта рядом, горечь перейдет на соседние плоды. Овощи Раиса Николаевна любит и умеет их готовить. А чтобы сохранить всю пользу, катает в банке. Сотни заготовок на зиму вскоре спустят в подпол. Здесь как классические маринованные огурцы и помидоры, так необычные сочетания. Я нынче вот закрутила и аджика с яблоками, но добавила туда сушеный имбирь. И очень вкусно получилось. И еще вот я экспериментировала огурчики с яблоками. А вот это, вы знаете, тоже огурчики интересные такие, по-корейски называются. С корейской приправой, морковочка и очень остренькие такие, вкусненькие. Люблю экспериментировать чьего-нибудь. Ищу каждый год чего-то, правда, чего-то новенького. Хочется, девчата говорят, когда ты все успеваешь, где ты рецепты находишь. А я вот не хочется, вот в прошлом году это делала, а нынче, ой, что-то мне надо другое, другое сделать. Сотни банок разного объема. В их числе заправка для борща и рассольника и почти 200 трехлитровых банок компота. Его очень любят внуки. А вот сама Раиса Богданова предпочитает икру и домашние маринованные огурцы. Зимой вот достанешь, хоть огурчики, которые, особенно когда, если заболеешь гриппом, думаешь, ой, как хочется огурцов. Достаешь и без хлеба прямо огурцы в банке, как не бывало. Вот после болезни так хочется вот огурцов. А я огурцы делаю, вы знаете, как всегда добавляю только красную смородину. И такие вкусные огурцы получаются, вот без смородины уже я не могу. Даже намораживаю, чтобы вдруг огурцы уже поспевают, а красная смородина еще не поспела. Но я мороженую даже ложу. Любит Раиса Николаевна и цветы. На клумбах у дома множество растений разных цветов и размеров. Здесь однолетние, многолетние. Они, признаются, Раиса греют не только глаз, но и душу. Лето же короткое, и поэтому, знаете, как говорится, заряжаемся этими цветами. Вот пойдешь, а если бы они каждый цветет, и каждый по-разному. Вот смотришь на них, думаешь, боже, какие они красивые. Вот как чудеса прямо, вот чудеса такие. Вот каждый, каждый вот посадишь. А главное, вы знаете, ведь посадил, ухаживаешь, они растут. И цветут, и радуют душу. Как заходишь, и думаешь, ой, на зиму, на нашу длинную сибирскую зиму, мы зарешаемся цветочками. Алена Новик, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. ВАТА. Специально для ЮГРА-24.